Всем привет! Сегодня у меня опять немного реставрации. У меня в работе вот такая вот шелковая блузка. Натуральный шелк немножко походит на крэш. И я сегодня предлагаю посмотреть видео, как исправить дефекты, которые опять же могут образоваться в процессе носки или стирки таких изделий. Вот вы уже наверное заметили, да, что низ деформировался, стал кривой, некрасивый, волнообразный. Конечно же это очень не нравится клиентке, которая носит эту блузочку на выпуск. Вообще с шелком работать, ну скажем так, не так просто. Есть свои моменты, поэтому о шелке я буду еще очень и очень много рассказывать. Сегодня я покажу один из способов, как оформить красиво низ. Причем этот способ опять же самый простой. Я не буду, наверное многие уже вернее подумали, да, что сегодня московский шов будет, да, или его французским еще называют таким. Нет, сегодня не будет ни московского, ни французского шва. Все будет гораздо проще, но нужно будет, конечно же, выровнять низ. Я буду показывать, как я выравниваю низ и делаю его ровным, красивым. Фигурность останется, но это будет уже выглядеть совершенно по-другому. Ну давайте я, как всегда, все поэтапно. Конечно же нужно высвободить низ от ниточек. Я пока распарываю низ. Что-нибудь полезное расскажу, например, о шелке или вообще как ухаживать за такими изделиями. Ну, если честно, вот по поводу стирки самая такая важная тема, которая, ну, должна в принципе не только обсуждаться, да. Покупая изделие вот внутри, должна быть бирочка. Можно стирать такие вещи или нельзя стирать такие вещи. Вообще шелк не рекомендуется стирать или стирается только вручную. Есть сейчас химчистки, в которых прекрасно чистят сухой чисткой любое изделие, не только шелк. Вот. И удаляются все пятна. Это для чего делается? Для того, чтобы изделие не деформировалось. Вот видите, в моем, вот сейчас, как скажем, получается, что изделие деформировалось, потому что клиентка постирала его. Хотя я ее предупреждала об этом. Но, к сожалению, не всегда люди как бы идут по правилам. Еще один случай, просто расскажу, что вспомнила сейчас между делом. По поводу кожи. Да, я редко встречаю, вернее, редко снимаю видео по кожаным изделиям, по изготовлению, там, по ремонту. Ну, встречается редко. Да и кожа сейчас, она очень дорогая. Хотя, в принципе, у меня в планах есть поснимать видео полезное по коже, по натуральной. Вот. Купила клиентка натуральную кожу, сшили брюки из этой натуральной кожи. И что вы думаете? Она их просто взяла и постирала в машинке в стиральной. Что произойдет с кожаными брюками из натуральной кожи, да? Ну, что с ними произойдет? Это было печально, очень печально. И, конечно же, она, когда пришла и стала предъявлять нам претензии какие-то непонятные, хотя мы предупреждали ее об этом, что натуральную кожу стирать нельзя. Поэтому я ей рассказываю вот такие моменты, когда работаю с натуральными элитными тканями. Так, подпорола я низок. Сейчас нужно обязательно проутюжить припуск, выровнять его аккуратно. Естественно, утюг мы ставим только на шелк и аккуратно паром выпрямляем вниз. Не торопимся, выпрямляем все, что нам можно, зацепляя часть полочки, часть спинки. Все это можно аккуратно разутюжить. И снова сейчас мне понадобится, конечно же, манекен, потому что именно на манекене я буду сейчас выравнивать низ своего изделия. Часть спинки можно захватить, чтобы более точно посмотреть, как выглядит низ изделия. Теперь я надела манекен, выровняла блузку так, чтобы она ровно была надета на мой манекен. И начинаю прорабатывать сам низ. Но прежде чем начинать выравнивать низ, я хочу поставить иголочки под подмышечными впадинами, как бы слегка натянув боковые срезы, чтобы мне удобнее было их перемерять. Вот так вот, немножко раз, вот. И все, для этого, дальше мне понадобится сантиметровая лента, и я начинаю перемерять боковые срезы. Я не удивлюсь, если они неровные, но они и должны быть неровные. Так, здесь у меня получается 36,6, причем все буду вымерять до миллиметра. А здесь у меня получается 37,6 на 1 сантиметр. Ну, сразу же автоматически я на своем боковом срезе, который нужно слегка подрезать, ставлю контрольную иголочку. Насколько мне нужно срезать низ. И еще один такой, значит, скажем так, нужно померить от наивысшей плечевой точки через выступающие грудные железы и до низа свою блузку. Хотя, вот здесь вот у меня нет шва, давайте я от рельефа, здесь идет рука фреглан, ну, мне будет гораздо проще. Сантиметр ставлю на стыке, веду через грудные железы и смотрю. Здесь у меня получается 59,6. Ну-ка, сейчас с другой стороны посмотрим, сколько у меня получается. А здесь у меня получается 61 сантиметр на целых полтора сантиметра. Поэтому, опять же, ставлю иголочку там, где нужно мне подрезать свою блузку. Дальше я смотрю центр. Ну, центр ровный, в принципе, ничего здесь не нужно делать. И спинка. Спинку можно также перемерить или же от наивысших плечевых точек, или же вот у меня опять идет реглан. И можно с двух сторон просто удостовериться в том, что здесь более или менее все ровно. Вот 62, и сейчас мы здесь посмотрим тоже 60, 61,6. Так, 4 миллиметра. Нет, все нормально, здесь все ровно. Спинку я трогать не буду. Вообще, вот к чему я это все показываю? Дело в том, что у шелка, неважно блузка это или юбка, именно вот таким образом и выравнивается низ. Только у юбки это все измеряется от пола до талии, а у верхней, у одежды, вернее, да, верхней блузка там вымеряется наоборот. От наивысшей плечевой точки и вниз опускается. Потому что шелк, видите, он же бывает скромен и по косой, поэтому очень сложно его выровнять, особенно низ. Вот так вот можно даже сшить блузку и такой способ применить для выравнивания низа изделия. Сейчас мне понадобится очень тонкий дублерин. Я покажу сейчас. Сейчас нарезаем полосочку шириной один сантиметр и начинаю приклеивать к низу изделия. Подрезала свою блузку и что вы думаете, я надела манекен и у меня низ снова неровный. Конечно же, благодаря моему черному манекену на контрасте можно это четко увидеть. И я решила, что сейчас низ я буду подрезать уже начиная вот от конца манекена, вот от этой точки. Так будет более грамотно, скорее всего. Хотя я замеряла все от наивысшей плечевой точки, все перемеряла, все ровно. Вот видите, произошла какая деформация. И сейчас мне придется прорабатывать это, начиная вот от этого низа. Да, такие бывают нюансы в нашей работе. Нужно быть внимательным на проработку, уделять больше времени на проработку того или иного узла. Так, и вот дальше. Смотрите, какой у меня тонкий прозрачный дублерин в цвет моей блузки. Я нарезаю полоски один сантиметр и выкладываю блузку изнаночной стороной вверх, для того, чтобы проклеить край низа своего изделия. Скажем так, хочу поставить сдерживающую полоску, для того, чтобы низ изделия у меня в дальнейшем не вытягивался. Не скажу, что это все очень просто, потому что дублерин настолько тоненький, его практически не видно на шелке, но это и лучше. И в то же время он будет сдерживать мой срез, потому что срез у меня не прямой, фигурный. Тихонько вот так вот паром. Приклеивается очень легко. Выкладываю блузку, так, чтобы она у меня не вытянулась. И тихонько выкладываю вот эту полосочку. Теперь мне все-таки понадобится оверлок, но я выбрала очень мелкую и узкую строчку. Единственное, что мне не нравится, у меня лапка полностью не захватывает край среза. Может быть, кто-то знает, как это сделать получше. Хотя, вот видите, у меня дублеринчик сдерживающий стоит, и строчка, в принципе, такая ровная, красивая, но полностью не захватывает. Буквально вот 2-3 миллиметра у меня где-то вот эти стежки, они провисают. Вот. Ну, ничего страшного. Будем надеяться, что все будет хорошо в конечном результате. Все, и я обметываю свой срез. Немножко подрезаю ткань, потому что иначе никак. Ну, все равно не захватывает полностью, особенно вот где я иду по косой. Смотрите, дохожу я до края, под борт идет, я его раскрываю и продолжаю до конца обметывать. Все, сейчас немножко можно подутюжить оверлок и уже начинаю подворачивать припуск. Так, ну и осталось мне только заутюжить припуск и сделать закрепляющую-декоративную строчку. Я рекомендую сразу же на утюге выложить свою блузку и приутюжить этот припуск паром. Так будет лучше и ровнее. Как я это делаю? Вот у меня, кстати, фигурный идет срез по спинке самый такой. Я где-то примерно, вот здесь у меня уже, видите, заутюжен припуск, примерно сантиметров 10-12 я отступаю. Отгибаю срез, уже смотрю, насколько мне его нужно заутюжить и слегка паром приутюживаю свой припуск. Здесь просто нужно немножко приноровиться и все, и тогда получится у вас на самом деле ровно и красиво. Ну, можно слегка-слегка так немножко оттянуть срез, но смотрите, чтобы не прижечь свои пальцы. Очень, конечно, все аккуратно нужно делать. И получается очень-очень ровно. Сметать, конечно, можно, но нет уверенности в том, что будет на самом деле ровно. Все-таки я работаю, мы работаем шелком, да, и еще и немножечко, видите, он по косой, такой живой. Живой. И все нужно делать паром. Вот так вот я. Можно подушечкой застоять. Вот я перешла уже на боковые срезы, но здесь все гораздо проще. Видно, не видно? Видно, наверное, да? Вот. Вот таким вот образом можно сделать легкий ремонт шелковой блузки. Ну и, конечно же, такой способ можно применить при пошиве готового изделия. При пошиве изделия. Вот видите, все. Сейчас все-таки я сметаю и сделаю строчку. Ну, как я буду делать строчку? По верлаку я не рекомендую делать строчку. Будет некрасиво, и ниточки могут немножко сместиться. А вот рядом с верлаком можно сделать красивую строчку. И на этом все. Сейчас я хочу вам еще открыть небольшой секретик. Для того, чтобы сделать очень ровную и красивую строчку, вот до миллиметра, прямо ровную-прировную, тем более я работаю сейчас шелком, припуск мой составляет меньше одного сантиметра, и это не всегда очень, вернее, не всегда получается ровная строчка, особенно в таких тканях. Что я делаю? Я беру стабилизатор. Ну, так как, в принципе, я иногда увлекаюсь вышивкой. Вот этот стабилизатор идет для вышивки. Но он продается в любых магазинах, где продается фурнитура, на метраж. Посмотрите, и он сослужит вам хорошую службу. В том плане, что через стабилизатор прекрасно выметывать петли на трикотаже, на каких-то таких тканях тонких, скажем так, по косой. В данный момент я хочу сейчас показать, как сделать строчку красивую и ровную. Я беру, вырезаю полосочку, накладываю ее, перекрывая оверлок, только оверлок, не полностью весь припуск, вернее, не полностью всю подгибку. Вот так вот примерно. И начинаю делать строчку. Машинка идет очень легко, очень плавно. Не соскальзывает, несмотря на то, что у меня лапка не узкая. И я делаю при этом красивую ровную строчку, благодаря вот этому стабилизатору. И плюс ко всему, он еще дополнительно фиксирует ткань. На толщине то же самое, очень легко проходить, и строчка получается тоже очень ровная. То есть, если вдруг вам встретится вот такой стабилизатор, купите, он недорогой и не пожалеете. Это, в принципе, для тех, кто шьет. Я делала петли на трикотаже, вот через такой стабилизатор. Очень прекрасно просто. Во всяком случае, мне он помогает в работе. Ну что, давайте сейчас посмотрим на результат. Вроде бы я все выровняла. Строчка вроде бы неплохая. Это несмотря на то, что шелковая блузка раскроенная по косой. Да, вот бывают такие сложные моменты в нашей работе. Я буду делиться еще очень многим. Если вам понравилось видео, отмечайте его, комментируйте, задавайте вопросы. Я всегда на связи. Электронный ящик я оставляю под видео. Не смотрите на мятые рукава. Так, спиночка еще немножечко, немножечко еще можно подутюжить, чтобы было более ровненько. И все на этом, я думаю, все на сегодня. Всем творческих успехов и всем пока-пока.